Такая лошадя прискакала матерая. Харя во! Что она там жрет? С тебя-то, блин! Харя у лошадя во, грудак во, копытосто с блюдца. Если лошадь кормить и гонять, она получается здоровенная. А если ее просто гонять, как и человек, он получается вот такой. Ну, как нормальный солдат. Чтобы такая лошадь разрослась, ее нужно постоянно кормить, чтобы у нее родители были такие же красивые, постоянно откормленные. Это, кстати, беда всех сеттингов про древние кочевые народы и так далее. Они все на таких динозаврах в кино ездят, что это просто караул какой-то. Вон у Тарковского, у Андрея Рублева, когда Владимира штурмовали, и потом там плановые зверства татаро-монгольские. Татары-монголы натуральные, вот мастодонт. Потому, что если бы рядовому татаро-монгольцу подарили бы такую лошадь, он бы так плакал от счастья. Где ж такую взять-то? Немедленно вспоминается художественный фильм «Жила-была баба». Одна баба или две, я уж не помню, там когда белогвардейцы ехали... По главе с Шевчуком? Да-да-да. И пели песню «Трансваль в огне» у лошадей, вот такие жопы. А на них сидят белогвардейцы вот такими жопами, блин. Восторг. Просто осадистые. С чем вы их кормите там? Атасп. Кстати, степному жителю такого размера лошадяк строго противопоказано, её же не прокормите. Да естественно, да. Ну, она ж... Ну, как? Это ж как у этих, у исландцев, у них же нет там халчикинских скакунов. Сидишь, ноги по земле волокутся. Отчего Ролло пешеход был, что у него ноги до земли были? Он не только детей, а лошадь мешает, блин. Берзунок болтается, блин. Потому, что степная лошадя, она маленькая, всегда... Ну, как у монголов, они тоже там не с коров. А в Монголии с травой-то всё хорошо, между прочим. Метр тридцать, метр сорок. Метр сорок – это причём большая. Они как пони, по нашим понятиям. Здоровенные лошадя – это вот у хана, может быть. У эмира, у бека. Ну, как майк. Бекклербека, вот да. Потому, что, опять же, этому, конечно, с прокормом проблемы не будет. А у тебя, у рядового состава, так ты просто её не прокормишь. Потому, что на одной траве такая скотина не проживёт. Ей там авиос, комбикорм – вот это всё непрерывно нужно подгонять, причём много. Нам же известно, как в армии еду дают, так называемую. Говядина. Порода коров называется Печорская старозуая. Коровы под жар её ребра не влетают. Опасные. К таким и лев не подойдёт. Не то, что волк, блин. Аххах, ore нес… Тихо-чо!